Здравствуйте, в студии Владислав Юрицын. Сегодня мы поговорим о столичном статусе Алматы. Привет, у нас в гостях Максим Казначаев, политолог. Здравствуйте. Добрый день. Тема возможного возвращения столицы в Алмату, скажем так, возникла несколько неожиданно. Вообще, можно сказать, как грунт среди ясного неба. Долгое время казалось, что при живом елбасы такая тема вообще не попадет в информационное поле. И вот она в него вошла. У вас есть какое-то объяснение, кто заказчик такой идеи? На самом деле, при всей абсурдности ситуации, понятно, что никто на полном серьезе из Нурсултана никаких столичных функций в Алмату передавать не будет. При всей абсурдности ситуации есть несколько адресных аудиторий, которым этот месседж может быть адресован. Первая аудитория — это, собственно, сами алма-атинцы, которые просто в некотором таком эмоциональном восторге пребывают. По той простой причине, что потеря столичного статуса примерно 25 лет назад, то есть очень серьезно подавила морально аудиторию. Вторая адресная группа, которой может быть адресован этот месседж — это сложившаяся бюрократическая элита уже в Нурсултане, для которой разговоры о передаче каких-то столичных функций в другой город являются проблематичными, в первую очередь, с точки зрения потери существующих сфер влияния. Ведь нет гарантий того, что функции, которые абстрактно были бы переданы в Алматы, получили бы прежних руководителей. То есть новый президент, он пытается таким образом решить, во-первых, традиционную для себя уже иниджевую проблему, проблему очень низкого уровня поддержки в Алматы. А во-вторых, пытается позаигрывать, во-первых, с алмаатинскими традиционными политическими кланами, которые рассчитывают получить свою долю пирога при возможном абстрактном переносе каких-то столичных функций. И с другой стороны, напугать уже засидевшуюся бюрократию в Нурсултане. То есть это, в первую очередь, можно рассматривать как внутренний, да, позыв, а не внешний. Я просто думал, что это троллинг со стороны. Вброс пробного шара, безусловно, всегда делается по всем законам жанра со стороны. Но как бы санкцию, в любом случае, на подобного рода вброс, по-хорошему должна была бы делать президентская администрация. По крайней мере, чисто политтехнологически сейчас пока основные ресурсы по управлению информационным полем находятся там. То есть, по сути, мы видим попытку взбодрить богатую духовную жизнь болота? По большому счету, да. То есть, как бы новый президент в силу наложенных ограничений, он не может рассказывать некие там абстрактные глобальные инициативы. То есть, это немножечко функции другого человека. Поэтому он пытается искать выигрышные информационные ходы, по крайней мере, вот в таких вот более приземленных вещах. Перенос столичных функций, он вообще очень часто и в других политических системах, в других странах используется в качестве вот такого кнута, с одной стороны, для бюрократии, а с другой стороны, пряника для территории, который обещан вот подобного рода переселения. Появилась даже обосновывающая аналитика, мол, когда Нурсултан Назарбаев переносил столицу в Астану, тогда это было сделано для того, чтобы ослабить такие родовитые боярские кланы. А теперь, получается, все эти кланы окопались в Нурсултане, и чтобы ослабить их, нужно. То есть, я имею в виду, что какие-то логические обоснования за всем этим есть, но при этом сам факт, как это может быть после того, как десятки миллиардов туда вложены, и это что, просто для того, чтобы степь обогревать? Ну, на самом деле, каких-то рациональных шагов здесь, наверное, искать не стоит, до тех пор, пока это всего лишь навсего просто повод для политических каких-то интерпретаций, то есть, информационный вброс. Вот если бы президентская администрация уже на полном серьезе начала вести разговор о передаче, о переводе, допустим, в Алматы, ну, например, той же самой парламентской вертикали власти, то есть, представительной власти, ну, тогда, да, уже это серьезно. И уже серьезные деньги, и совсем... То есть, разговор бы уже шел совсем в другом ключе. А пока что просто попытка напугать тех и кинуть пряник протестному городу. Но когда приоткрывается такая форточка, скажем так, политтехнологических возможностей, следом же могут пойти более серьезные вещи? Такая опасность, она прослеживается? Ну, почему же опасность? С точки зрения алматинцев, какие-то функции, они просто увеличат даже количество рабочих мест в городе. То есть, для Алматы передача функций в любом случае будет интересной. Приведу пример. Российская Федерация, переезд конституционного суда из Москвы в Санкт-Петербург просто, ну, как бы привел к тому, что федеральный центр стал вкладываться просто в северную столицу. Город объективно изменился, по крайней мере, его центральная часть. То есть, хотя бы часть бюджетов Москвы ушли на представительские функции в Петербург. По большому счету, очень интересная борьба за бюджет обещает быть, если вдруг эта идея окажется действительно прорабатываемой, а не просто вброшенной ради декларации. А есть кому подхватить знамя, чтобы вот за этими словами последовали какие-то дела? Есть такие группы в Казахстане? Группы, которых вы уже упомянули. Это староалматинская элита. Те самые вот бонзы, которые остались еще от до Назарбаевской эпохи. Они заинтересованы в передаче части функций сюда, потому что это совсем другая близость к бюджетным потокам. Для Текаева тоже немножечко выгодно, по той простой причине, что совсем рядом Талдык Арган, который в случае чего может оказывать очень существенную поддержку. То есть, скажем, при кажущейся простоте и легкости за всем этим могут стоять все-таки серьезные тектонические вещи? Пока что, наверное, об этом говорить сложно. Если тема не затухнет в ближайшие полгода-год, то, может быть, из нее что-то и выгорит. Но я боюсь, что через примерно 3-4 месяца мы уже будем жить в риторике предвыборной кампании парламентской. И тема будет отложена на среднесрочную перспективу. Может быть, даже будет реанимирована ближе к второму президентскому сроку. Большое спасибо. У нас в гостях был Максим Казанчаев. Мы разбирались со столичной реабилитацией Алматы. До свидания. До свидания.